Если вам скажут, что в Сибири холодно, не верьте. В Сибири очень хорошо топят. Люди топят за Сибирь, а мы топим за вас. Привет, меня зовут Денис, я СПО по проекту Торнадо 2.0, который запущен в компании модульной системы Торнадо при непосредственной организационной и финансовой поддержке Сибирской генерующей компании. Сибирская генерующая компания, один из лидеров отечественного энергорынка, модульная система Торнадо за свою 30-летнюю историю поставила и внедрила несколько сотен проектов автоматизированной системы управления или проще технологическими процессами или проще АСУТП на объектах энергетических рынков России, Казахстана, Сербии, Боснии. Масштабы этих объектов варьируются от малых котельных до объектов большой энергетики ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, КРЭС. Мощность оборудования, для которых поставлялись решения компании Торнадо, варьируется от 4 до 400 мегаватт. Ответственность управления таким оборудованием очень высока, поскольку приходится оперировать средами, параметры которых могут достигать 150 атмосфер и температуры 560 градусов Цельсия. А нештатные ситуации на таких объектах могут приводить к значительным многомиллионным убыткам. До настоящего момента компания модульной системы Торнадо в своих решениях использовала иностранное программное обеспечение, что в современных реалиях санкционных и также постановлениях правительства Российской Федерации и президента требует импортозаместить иностранное программное обеспечение отечественным. Задача стоит не только внедрение новых объектов с отечественным продуктом, но также и заменить программное обеспечение импортное на уже внедренных решениях. Работы много, работа перспективная, задачи очень интересные. Спасибо. Привет, меня зовут Антон, я являюсь архитектором по программному обеспечению компании Торнадо, эссидерской генерирующей компании. И я хочу рассказать о том, как устроена наша система. Система работает с промышленными предприятиями, в основном топливо-энергетического комплекса, и в основании системы находится устройство водо-вывода, которое подключается к функциональным узлам и агрегатам промышленного оборудования. Устройство водо-вывода с одной стороны снимает информацию с приборов и датчиков, установленных на оборудование, а с другой стороны имеет возможность передавать управляющие воздействия на функциональные узлы и агрегаты. Устройство водо-вывода подключен в блок так называемых виртуальных контроллеров. Виртуальные контроллеры позволяют исполнять виртуальные программы на соответствии со стандартами EEC 61131, которые разрабатываются с помощью среды разработки на пяти языках программирования стандарте EEC 61131. Программы, созданные среди разработки, откомпилированные или исполнения виртуальными машинами виртуальных контроллеров, исполняются в режиме реального времени, позволяя осуществлять оперативное управление промышленными предприятиями и объектами в отсутствии человека. Кроме того, к виртуальным контроллерам подсоединена коммуникационная шина или коммуникационная подсистема, которая позволяет обмениваться информацией между другими компонентами, находящимися в системе. Во-первых, это база данных, которая позволяет накапливать большие данные, которые могут использоваться потом для анализа, для ретроспективного анализа работы промышленного оборудования. А с другой стороны, в коммуникационной подсистеме подключена система человеко-машинного интерфейса в виде автоматизированных рабочих мест, операторов, машинистов, которые управляют промышленными объектами. Вы, наверное, видели экраны, за которыми сидят операторы на пультах электростанции, гидроэлектростанции, атомных электростанций. Вот примерно так выглядят автоматизированные рабочие места операторов. Естественно, эти автоматизированные рабочие места должны где-то разрабатываться, поэтому в систему также входит среда разработки человека-машинного интерфейса, петь интерфейсы и экраны разрабатываются в соответствии со спецификой конкретного предприятия. А теперь проблема. Почему мы занимаемся, чем мы занимаемся сейчас? Дело в том, что программное обеспечение, которое разработано компанией за более чем 20 лет, в основном основано на западном стеке технологий, закрытых технологий, которые не основаны на закрытом коде. Это среда разработки и компилятора компании Zagraph, которые реализуют стандарты EC611-131. Это программа и система визуального программирования LabVIEW, на которой реализована наша коммуникационная подсистема. Это мастерная Microsoft SQL, которая обеспечивает хранение базы данных. И, наконец, это система разработки и исполнения человекомашинных интерфейсов компании Intouch. К сожалению, в связи с изменившейся политической международной обстановкой и соответствующими законными указами президента и правительства, с 2025 года использование зарубежного программного обеспечения с закрытым кодом Российской Федерации на объектах критической инфраструктуры будет запрещено. Ну и, кроме того, за 20 лет существования и развития этой системы в ней накоплено большое число, скажем так, инженерных должков, косяков и потенциальных улучшений, которые компании давно хотелось устроить. И поэтому мы начинаем новый проект. Систему изограф мы заменяем собственной разработкой на CC++. Базу данных МССКОИ мы заменяем на подсгрейскую. Системный функционал, который реализован на ладью, мы реализуем на CC++. Intouch мы заменяем на собственную разработку на основе C-Shark, Avalonia и внутренних компонентов на CC++. И самое главное, все, что сейчас написано, реализовано на среде программирования и на операционной системы Windows мы заменяем на соответствующую разработку в операционной системе Windows. Ну и в довершение у нас предполагается интенсивное и экстенсивное нагрузочное, регуляционное и интеграционное тестирование всех компонентов, поскольку все компоненты, по сути, разрабатываются заново в новом технологическом стеке, в новой операционной системе. И очень большое внимание уделяется различным видам тестирования и тестовая инфраструктура предполагается к развитию на питоне. Если ты знаком с одной из этих технологий, если у тебя есть интерес к решению вот таких вот прорывных и грандиозных задач, которые стоят перед нашей командой и нашей компанией, то приглашаем тебя к нам на интервью. Команда Торнадо – это крутая команда профессионалов. Если тебе важно решать интересные и сложные задачи, тогда тебе точно к нам. Мы предлагаем работу в современном уютном офисе технопарка Новосибирского академгородка. Или работа удаленно. Полностью белая конкурентная заработная плата, добровольное медицинское страхование. А самое главное – это возможность сделать с нуля социально значимый продукт мирового уровня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова